Здравствуйте, мы продолжаем работать в прямом эфире. Эксклюзивные кадры первых минут сегодняшней авиакатастрофы во Внуково вы увидите прямо сейчас в эфире нашего телеканала. К нам предоставил один из очевидцев трагедии. Вот, собственно, эти кадры. Очевидцу удалось заснять обломки самолета Ту-204, прибывших на место спасателей и пострадавшую бортподницу. Вот на этих кадрах видно, как девушку с переломленными ногами и сильной травмой головы пытаются спасти люди, случайно оказавшиеся рядом с местом крушения самолета. Медиков еще не было в тот момент. Стюардесса при этом находилась в сознании. Вот вы видите сейчас ее. Ну, конечно, она в шоковом состоянии здесь. Да. Закрыть глаза, закрыть. Закрыть глаза. Да не могу, да не могу. Пожалуйста, отпусти меня. Не, 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 не можно тебя пустить. Пожалуйста, больно. Тяжелое видео, простите. Автор этих кадров Евгений Зимбицкий приходил сегодня к нам в студию. Он был одним из тех, кто пытался помочь раненым членам экипажа. Вот что он рассказал нам в эксклюзивном интервью. Евгений, скажите, как это получилось, что вы оказались вместе на месте крушения аварии? Вы ехали на машине, да, по Киевке, я так понимаю? Да, ехал на машине в левом ряду, ну, там надо было забрать друга и обратно привезти в Москву. Вы видели непосредственно даже не только последствия аварии, но и момент сам катастрофы. Самый момент, да, то есть был сильный боковой ветер, впереди меня шло еще три машины, где-то шли мы около 120 км в час. И справа показался самолет вот такого красненького цвета, Red какой-то line. Red Wings. Red Wings, да. И вот он ехал по взлетной полосе, такое ощущение, он не летел. И он немного как-то юзан, такое ощущение, как будто он, может быть, это как-то оптически так показалось. Может быть, сбоку, потому что вы были. Да, мы ехали одновременно, то есть скорости были где-то одновременно, и мы это все видели. Он начал пробивать сначала какие-то заборчики бетонные небольшие, потом колючая проволока, потом еще какая-то бетонка. И он так плюхается, я не поверил, даже как-то своим глазам. И вот он, когда он взлетает, кабина вылетает на трассу, колесо полетело на трассу, еще что-то. Взлетает, вы имеете в виду, он как-то подскакивает вот на этом овражке, что ли, да? Овраг очень высокий, это видно что-то когда-то, когда строили бетонное что-то. И он прям плюхается туда, кабина вылетает на трассу, колеса обломки, хвост отламывается, остается дальше. И средняя часть тоже дальше, то есть на три части он одновременно разломался. Пожар, взрыв. А, загорелся сразу правый двигатель, прям вспыхнула, большая вспышка такая, вот. Дым не черный такой, сероватый какой-то, а левый двигатель просто дымился. Но горел сильно правый двигатель. Так, и что вы дальше делали? Ну, я взял, закрыл машину, побежал, люди начали отъезжать назад, мне уже поздно отъезжать назад. Добежал до бортика посмотреть, что там, как, то есть оборачиваясь назад, никого, то есть люди стоят возле машины боятся. Я им показываю... Боятся подходить к самолёту? Боятся подходить даже ко мне, там метров, наверное, 70 до меня ещё, а потом до самолёта ещё метров 40-50, наверное. Я сам боюсь, я им показываю, то есть давайте помогите, я один не справлюсь. Они стоят, я поворачиваюсь, ну, то есть я сам прыгаю. То есть так никто и не подошёл к вам? Ну, они далеко метров 50, человека три, наверное, вышли, стоят возле машины, но никто не идёт, потому что все отъехали машины назад. Понятно. Ну, а кто? Ну, никого нет, ну, пришлось. Прыгнул, там снега очень много было, больше по колено, начал пробираться. Уже почти доходя до самолёта, вижу девушку, стюардесса, видно сразу она в форме своей, у неё окровавленное лицо, что-то она держится за голову, кричит, помогите, подруга, что-то такое, я уже не помню. Но я до неё добираюсь, почему-то обнял её, она себя в крови, я даже не знаю, почему-то как-то машинально, вот я не знаю, как приветствие. Потом я говорю, как тебя зовут? Она говорит, Кристина. Я говорю, кто ещё? Где? Она говорит, подруга, то ли Лена, то ли Катя. Я говорю, иди, там тебя встретят, она, ну, вроде как пошла адекватно, всё так понимает. Но она шла сама, да, несмотря на то, что была в крови? Шла сама, да, она там убиралась по снегу, тяжело очень идти, да, ну, уже возле самолёта это было. Я говорю, где? Она говорит, либо в хвосте, либо так, то есть, потому что две части самолёта, вот я их вижу, две. Я говорю, где, где, где? Она говорит, в хвосте. Ну, я побежал в хвост, она пошла, я уже не смотрел в хвост. Перед тем, как зайти в хвост, тут рядом двигатель, страшно на самом деле. Горящий. Да, я капюшон надеваю, чтобы, мало ли, вдруг плеснёт чем-то, мог скинуть. Страшно зайти, ни у кого ничего, но я забираюсь, там тяжело забраться в хвост, он как-то разломанный, там куча всего, обломки, тяжело пробраться. Падаю несколько раз, потом опять снова залазю, вроде как никого не нахожу, выбегаю, а ребята стоят на улице, кричат меня, ну, где, что, нашёл, нет. Больше никто не полез в самолёт, да? Ребят трое, нет, я пока один был, но вот трое, я им кричу, помогите, она там. То есть, если нет, потому что я видел кровь на кресле, вот где я забирался, там окровавленные кресла были, но я вроде так взглядом посмотрел, но там ещё далеко до хвоста надо было идти. Я говорю, я один не свалился, мне самому было страшно, потому что постоянно отвлекаешься на горящий этот двигатель. Всё, я уже вижу, начинают ребята спускаться, один парниша, то ли Алексей, то ли кто, он спустился, я тоже начинаю, то есть, он мне начинает помогать, толкать, дальше залазить. Мы падаем, скользко, все дрожим, вот так вот, то есть, Андраш, и он, и я, мы залазим с ним вместе, вдвоём туда, начинаем обломки все вытаскивать, то есть, искать кого-то. Доходим до туалетов даже, туалеты немного сломаны, дверь пытаемся открыть, там никого нет, я кричу, Лена, Катя, никто не отзывается о хвосте. Всё, уже мы выходим, тут подъезжает пожарный со стороны Внукова, который приехали тушить. По полосе прямо они приехали, я так понимаю, да? По взлётной полосе. Ну да, я говорю по взлётной полосе. Да, крупные тяжёлые машины, и вот они начинают вроде как тушить. Рукава, кто-то начинает с этого, с пулемёта, с пушки, с этой тушить, на нас вода, там, нам неприятно, мы выбегаем, видно, потому что понимаем, что сейчас вот они тушат двигатель. Они занимаются своей работой, очень быстро ребята приехали, и рукава, они не могут спрыгнуть там высоко. Один спрыгнул, рукавов не хватает, люди как людей тоже, ну нормально, мы немножко помогли с этим парнишкой, дотащить рукава. Дотащить рукава как раз вот туда, да? Да, растянуть, до двигателя далеко было. Двигатель тушили долго, он долго горит, стоял очень большой запах, то ли серый, то ли какого-то горючего такого. Ну это вот авиационный керосин, у него такой специфический запах немножко есть. Да, да, и он такой неприятный, и такое ощущение, как будто всё пропитано им. И вот немножко постоянно глаза смотрят, как инстинкт самосохранения на этот двигатель. То-то вроде бы просто дымится, горит, но такое ощущение, ну мало что с ним может быть. И вот эта вот мысль, она постоянно мешает. Всё, то есть мы обернулись, ребята уже эти спустились, ещё двое спустились, нашли эту девушку, я тут уже начал, взял телефон. А вот нашли ту подругу, да, как раз Кристины? Да, она была сидела с этой девушкой рядом, но она оказалась вот в этой части самолёта. В другой части, то есть вот разломился, получается, самолёт ровно по тому месту, где сидели эти девушки. Да, да. Кристина осталась в одной части, а её подруга в другой. В другой части, да. Удивительно. Да, и вот девушку, ту они уже вытащили, я уже потом начал снимать. И тяжело было вытащить девушку, нас было четверо, и мы падали, тяжело, четверо мне могли вынести. А она в каком состоянии была, вы видели? То же самое было, разбита сильно голова, разбита, может быть, зубы были выбиты, она плохо говорила. Ну и одежду разорвало немножко, ну то есть, она, ну, невнятно, невнятно что-то, что-то, такие слова божьи, что-то, ну, что-то такое. Когда медики приехали? Медиков не было, я находился минут, наверное, 20 точно, их не было. ДПС сразу всё перекрыло, молодец парнишка стоял, правда, он тоже был растерянный, не знает, что делать, потому что чинов нормальных не было. Не было, ну, что делать, мы не знали, потому что пожарные занимались своим делом, а вот нас, кто нас там был... А пожарные, получается, никак не участвовали как-то вот в поиске пострадавших или оказания помощи? Нет, они сразу начали тушить двигатель, потому что самое страшное, правильно они сделали. У них такая работа, да, самая опасная, они полезли к самому опасному. А потом уже ребята к нам подошли, когда мы уже начали расспрашивать вот этого парня, который, я не знаю, кто он был из них, бортпроводник или кто он был. Я его начинаю расспрашивать, кто ещё и где находится. И говорит, два пилота, начинает перечислять три стюардессы, а, три пилот, три члена пилотажной группы, не знаю, кто там, инженер. Командир воздушного судна, второй пилот и бортинженер. Да, 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 нас трое, три девушки и ещё, то есть, особо там ничего не сказали. Говорит, он спрашивает, кто жив, я говорю, всё нормально, всё нормально, девушки все живы, вот, которые двое были. Он говорит, там пилоты двое в кабине, мы побежали в кабину пилоты, вокруг уже пожарные, как бы, ребята ходят, но они с рациями, никого ничего не видно. Мы давай искать, как пробраться в эту пилоту, ну... В кабину пилотов. Да, в кабину пилоту. Вот, она... Удивительно, что всё это делали, получается, вы, просто очевидцы и люди, которые остановились. Ну, вот, нас было четверо, остальные почему-то все снимали, и никто... Нет, я имею в виду, а где спасатели, где пожарные, где... Нет, пожарные были рядом, но пожарные больше... Вот, два пожарных рядом с нами стояло возле кабины пилота, остальные тушили тот двигатель. Их было не так много, вот, было три машины, вот, я вижу, их стоят, они там, вот, со стороны. Было только три, я видел, визуально. И пожарные, именно, вот, их не хватало просто, а потом уже двое пожарные, мы когда пытались как-то пробраться в кабину, а её никак не приберёшься. Её при разломе, её так обломало, что вот это какое-то оборудование железное, она как капсула выглядит. Стёкла не разбиваются, они вот такие толстые оказываются. Ну да, конечно. Бесполезно. Что-то делать, мы давай искать, искать, я там на видео видел, там, показан, потом увидите. Значит, фонарик и стекло немножко разбитое, и капает кровь. Я говорю, обачки, ну, значит, здесь человек. Я говорю, вот здесь человек, всё, вроде как там уже выясняют по рации от пожарных, я слышу, они дают информацию, сколько человек нашли, сколько ещё в самолёте. Они слышат, я говорю, ещё здесь двое. И рядом, по левой стороне самолёт, кабина стоит на левой стороне, и чуть подальше на левой стороне ещё вторая лужа крови начинает капать. Это всё просачивается через вот эту толщину, я не знаю, как это так происходит. Сквозь обшивку прямо. Да. И очень много крови, да, было? Да, и две лужи. Ну, одна как бы просто... Видимо, зажало, да, сразу и КВС, и второго пилота. И вот вторая лужа крови, вот эти два пилота, они и были. Понятно. Мне сейчас сообщают, что то видео, которое вы принесли нам в студию, есть возможность всё-таки показать прямо сейчас. Давайте посмотрим. Евгений, вы рассказываете, вот что это происходит? Так, ну вот мы идём, уже пожарные, вот они начинают растягивать эти рукава. Да, вот видите, пожарных всего лишь, вот их сколько человек. Немного прямо сейчас. Да, уже ребята начали, вот они трое, вот нас трое. Это тоже вот очевидцы? Да, вот они трое ребят, и я вот это всё снимаю, вот девушку уже вытащили. Это подруга Кристины, я понимаю, да? Да, да, про которую она говорила. Вот тоже, так же у неё разбито лицо, так же, как у Кристины, то же самое, не знаю. И вы её достали туда прямо на Киевское шоссе, просто положили, да? Нет, не положили, мы на руках всё время держали, потому что холодно. Она говорит, кричит, отпустите, отпустите, мне больно, ноги, ноги. Я говорю, ну куда мы её отпустим? Я держал её просто за ноги, а ноги у неё не шевелились. А есть информация, что у неё сломаны обе ноги? А я ей говорю, что они сломаны, они не шевелились. Я их просто держу, как тряпочки. А ребята держат её на руках. Я говорю, ребят, не ложите её, держите на руках, сядьте на колени. Они сели, чтобы мы долго могли держать. Ну, мне кажется, лучше надо было и на ровную поверхность, конечно, положить, потому что, ну, травма позвоночника, возможно, в этом случае лучше, конечно, разместить было бы. Но спасибо вам большое, тем не менее, конечно. Я считаю, что вы совершили под. Да я не помню, просто люди, я бы тоже не побежал, если бы, видя, хоть кто-то прыгнул туда. Ну, людям показать пример небольшой. Просто мне помочь надо было, и всё. То есть вы туда первым, да, прыгнули, получается? Ну, я залез, самолёт первый, да, никого нет. Потом, когда уже вышло, я уже ребятам крикнул, которые сидели на дороге, вот эти трое. Я говорю, ребят, спуститесь, помогите. Она там, во второй части самолёта. И они уже, вот они её и нашли, потому что я в хвосте искал, не мог найти её. И вот с Алексеем, мы вместе с ним осколки вытаскивали, там уже не было, там только кровь, как могли, и больше ничего не нашли. А вы уже потом помните, как медики, когда приехали, забрали скорую помощь, оказывали помощь, да? Нет, после 20-25 минут я уехал, у меня просто уже нужно человека забирать, и я уже не стал. Просто помню, что вот... Поэтому там уже были, уже представители... Медиков не было, были только ДПС, я видел 2-3 машины, и много пожарных. Носилки вытащили пожарные ребята, и на носилки положили вот эту женщину, которая блондинка, девушка. То ли Катя, то ли Лена. Спасибо вам большое, Евгений. Я напомню вам, только что мы общались с Евгением Зимбицким, очевидцем сегодняшнего падения самолёта во Внуково. Я ещё раз просто скажу своё личное мнение. Мне кажется, Евгений, вы герой. Это правда, это правда. Герои ребята, которые её вытащили на самом деле, я не вытаскиваю. Ну, то, что вы первым сиганули вот туда, это просто удивительно. Я не знаю, как бы я поступил в данной ситуации. Спасибо вам, спасибо вам за то, что вы пришли, и спасибо вам за то, что вы сделали. Да, я ничто не сделал, спасибо, ничего. В интернете буквально вот в начале часа появилась запись переговоров пилотов разбившегося самолёта с диспетчером аэропорта за считанные мгновения до этой катастрофы. Возможно, именно она, эта запись, сможет прояснить, что же провело к трагедии. Я напомню пока основных версий крушения Ту-204 во Внуково-3. Это неблагоприятные погодные условия, ошибка экипажа и неисправность самого воздушного судна. Итак, вот эти переговоры. Ветер у земли сейчас 260 градусов, 7, порыва 15, полоса влажная 0,5. Посадка ТР-366, добрый день, рубеж 400. Другого посадка, добрый вечер, повторный заход выполняйте, повторный заход выполняйте, 600 метров сохраняйте и переходите на грузу 260. Понял, 260, ТР-366. Разрешаю пересечь рабочую полосу к месту брышицы. Аварий, подобных сегодняшней во Внукове, не было вот уже три года. Я напомню, 5 сентября 2009 года там уже совершал аварийную посадку самолет тоже компании Red Wings, летевший в Турцию. И это тоже был лайнер Ту-204. В воздухе у него отказал один из двигателей. На борту тогда находились 204 пассажира. Ну, пострадавших тогда, к счастью, не было. Хроника же сегодняшних трагических событий, начиная с первых минут, в репортаже нашего корреспондента Алексея Кобелюка. Давайте посмотрим. В 16.37 автолюбители, которые ехали по Киевскому шоссе, увидели, как из-за забора аэропорта Внуково выезжает самолет. Воздушное судно пробило забор и выкатилось за пределы взлетной полосы. Транспортное средство развалилось на несколько частей. Головная часть выходит на Киевское шоссе, то есть в кабина пилота хвост остается, опламывается и серединка тоже остается в кувейте. Вспыхивает не левый двигатель, а правый. Большой огонь, дым начинается. А левый двигатель просто горит, но он не так сильно. Первые несколько минут на месте аварии не было спецслужб. Московские автолюбители массово покидали столицу. И затруднения на Киевском шоссе к этому времени составили, по данным Яндекс.Пробки, 7 баллов. Оказывать помощь пострадавшим стали очевидцы. Я тут же остановился на трассе, побежал к нему. Там еще подбежали несколько человек. И мы, в принципе, сразу же начали вытаскивать пострадавших. Мы спросили, есть ли там пассажиры, таковых не оказалось. И мы помогали стюардам, можно сказать, вытаскивали, потому что люди довольно сильно пострадали. И спины, и ноги там были переломаны. И вот мы кого могли вытащили, это мы четырех человек вытащили. В 16.40 в Твиттере появилось первое фото с места аварии. После этого в сети и на лентах информагент стала появляться информация о пострадавших и погибших. Примерно в 16.45 к месту подъезжают первые машины скорой помощи и спасателей. Пожарные сразу начинают борьбу с возгоранием самолета. В 17.03 пламя ликвидировали. В зоне происшествия работает оперативная группа «Центр-лидер». Группировка МЧС России на данный момент времени составляет 124 человека и 12 единиц техники. На борту было 8 человек экипажа. По предварительным данным, 3 человека погибли, остальные спасены. К этому часу авиакатастрофа унесла жизнь 4-х человек. Два пилота погибли через несколько минут после аварии. По дороге в больницу скончалась стюардесса. А около 7 часов вечера спасатели нашли тело еще одного погибшего в хвостовой части самолета. Сотрудники МЧС открыли горячую линию, на которую можно позвонить. Причины катастрофы установит специальная комиссия. Уже возбуждено уголовное дело. Есть вопросы у следователей к руководству компании. По одной из версий, машины не проходили техническое обслуживание, а на рейс выпускали неопытных стажеров-пилотов. За время существования компании «Ред Винкс» — это уже седьмая катастрофа самолета Ту-204, которые составляют основной парк авиакомпании. Алексей Кобелюк, Москва-24.